Малый бизнес. Мощный антикризисный инструмент или миф? Спасение для экономики или жалкая имитация бизнес-процессов? 49% новых бизнесов в России прекращают существование в течение первого года. Лишь 2% россиян хотели бы открыть свое дело. А тех, кто рискнул, со всех сторон подпирают рифы дорогих кредитных ресурсов, катастрофического дефицита кадров, высокой кадастровой стоимости земли, жесткого давления торговых сетей, сложности подключения к энергоносителям. Именно такой образ малого бизнеса, страдальца, опреченного на вечную борьбу с системой, сложился в нашем сознании. И пока с завидной регулярностью, с самых высоких трибун мы слышим призывы бизнес поддерживать и всячески не кошмарить, его доля ВВП страны топчется на одном месте почти 10 лет. О мифах, стереотипах и суровой и неудобной правде в отношении малого бизнеса мы будем говорить здесь и сейчас с одним из лучших региональных экспертов в этой отрасли. Президентом Белгородской торгово-промышленной палаты, председателем Думского комитета по местному самоуправлению и вопросам экономического развития и предпринимательства Валерием Скругом. Здравствуйте, Валерий Степанович. Здравствуйте. Мы давно заметили, что когда случается кризис, власть начинает говорить о малом бизнесе, заявлять, что в нем таится могучий ресурс для подъема экономики. Но давайте признаемся себе, что могучая страна – это прежде всего крупный, могучий бизнес. Именно крупные предприятия за счет снижения сдержек могут производить высококонкурентную продукцию, могут завоевывать мировые рынки, могут развивать очень сложные наукоемкие отрасли. Малый бизнес – это услуги торговли, это хорошо для самозанятости, но как-то очень слабо тянет на локомотив для экономики, как ресурс для мощного экономического рывка. Так все-таки малый бизнес, на ваш взгляд, в кризисных условиях, может стать локомотивом экономики? Или нам опять предлагают НЭП, когда страна остро нуждается в индустриализации? Вы знаете, тут надо прекрасно понимать, что такое экономика. Экономика – это многообразие и многосторонность, и, конечно, дополняемость друг друга. И, конечно, должны быть крупные предприятия, градообразующие, отрасли образующие, которые, наверное, государством строили для того, чтобы в таких отраслях, как автомобилестроение, черная металлургия и так дальше, они преобладали. Но, безусловно, мы должны понимать и другое, что крупный бизнес не в состоянии закрыть все ниши в экономике. Практически 20% ВВП Российской Федерации – это доля малого бизнеса и среднего. Практически 290 миллиардов – это 24% от всего оборота в Белгородской области – это малый и средний бизнес. Каждый четвертый работающий человек работает в малом бизнесе. Малый бизнес более гибче, чем крупные предприятия. Они находят свои ниши. Он более инновационный. Он более молодой по возрасту. И, конечно, тут мы должны давать должное, что при всем том, что крупные предприятия должны быть конкурентоспособными, быть на шестом технологическом уровне, а не так, как многие сейчас на третьем. И они тогда будут снижать свои издержки и будут конкурентоспособны. А малый бизнес должен им помогать в разработке новых промышленных образцов, внедрении новых идей в управление, освоение новых видов производств, которые нетипичны были раньше для Белгородской области. Ведь сейчас мы можем посмотреть на фармацевтическую промышленность, которая у нас развивается, по производству ветпрепаратов. Это же малый бизнес. Конечно, такие крупные компании, которые в сельском хозяйстве, в птицеводстве, в свиноводстве, но их же подпирают, и они опираются на аутсорсинг у маленьких компаний, и они все работают. То есть все-таки может быть не как локатив для экономики, но как точка роста, безусловно. Безусловно. Больше бизнесов хороших и разных. Можно еще один стереотип, который сложился в отношении малого бизнеса, а может быть это суровая правда. Вот в рамках целевых программ государственной поддержки, есть у меня такие цифры, в нашей области по всем источникам финансирования в сегмент малого бизнеса за 12 лет привлечено около 28 миллиардов рублей. Даже учитывая, что большая часть этой суммы – это кредитные линии, цифра все равно получается весьма и весьма внушительная. В то же время вспоминаются некоторые отчеты Департамента экономического развития о том, что совокупные меры господдержки этого сектора едва ли не перекрывают те поступления от сектора малого бизнеса в бюджет. Получается образ малого бизнеса как некое болото, в котором бесследно пропадают гранты, кредиты, субсидии и прочие меры поддержки. Есть ли какие-то цифры, свидетельствующие об адекватной бюджетной отдаче от малого бизнеса? Ну, миром правит иллюзия. И вот стереотип, который сейчас вы сказали, я думаю, что это который кто-то себе придумал и не до конца он просчитан. Если смотреть только на малый бизнес как бюджета образующий, как доходной части, то налоговая нагрузка немножко ниже у него, чем у крупных предприятий. Ну, так и государство специально ввело два новых льготных режима налогообложения для малого бизнеса, для того, чтобы он платил меньше налоги, для того, чтобы он мог развиваться. Естественно, если мы будем брать общую систему налогообложения и сравнивать ее с упрощенкой, то, конечно, упрощенкой проще. Но, если говорить о региональном сегменте и местном, города и районы, то не факт, что крупный бизнес платит доходную часть областного и местного бюджета больше из одного рубля оборота. Потому что там уходит НДС в Российскую Федерацию. Прибыль – это немножко виртуальное понятие. И если предприятие модернизируется, если оно внедряет новые технологические процессы, то оно себестоимость увеличивает и, соответственно, стоимость налога на прибыль, она снижается. Мы прекрасно понимаем, и вот губернатор в своем послании, он давал оценку, что в последнее время мы не добираем с крупных предприятий значительные суммы в областной бюджет. Но ведь и налоговая нагрузка на малый бизнес тоже не такова, как, возможно, хотелось бы бюджету, а значит, всем нам, как потребителям бюджетных средств. Есть ли какие-то механизмы для того, чтобы сделать эту налоговую нагрузку более адекватной? А как вы считаете, сработает ли здесь, например, та же инициатива губернатора о повышении уровня заработной платы до 20 тысяч рублей средней по предприятию? Ведь она же должна коснуться как раз сегмента экономики, значит, в том числе и малого бизнеса. Мы должны прекрасно понимать, что основная цель малого бизнеса – это самозанятость. Если сейчас образно каждый четвертый человек придет в государство или крупным предприятиям скажет «дайте мне работу», то предприятие не дадут. В 2013 году у нас и в России, и в целом, в Белгородской области тенденция наметилась, что индивидуальные предприниматели стали закрывать, закрываться. Почему? Ввели страховые взносы, увеличили страховые взносы с 17 тысяч 200 рублей до 35 тысяч 600 рублей. Что это значит? Многие маленькие бизнесмены, индивидуальные предприниматели не в состоянии были платить. В результате они закрыли. Что выиграло государство? Малый предприниматель, который платит 6% по упрощенке и честно, подчеркиваю честно, платит налоги, заработные платы с фонда оплаты труда своих сотрудников 7-8 тысяч рублей. Мы же понимаем, что все остальное он раздает в конвертах. Имеет ли, на ваш взгляд, моральное право тогда говорить «я не поняла, почему дороги такие? А почему у нас детских садиков не хватает? Я же честно плачу налоги». Тогда у него должно быть либо побольше адекватности, либо побольше социальной ответственности. Вот вы какой вариант выбираете? «Который находится на упрощенке, он точно так же платит все социальные страховые взносы. Наведу пример. Если мы говорим о 20 тысячах зарплаты, нетрудно просчитать, что из 20 тысяч мы платим 13% подоходный налог. С 20 тысяч человек получает 17 тысяч 400 рублей где-то наличными. Но если мы берем с 20 тысяч мы платим 30% социальные все страховые взносы, то у нас получается 6 тысяч еще с небольшим. Итого, мы получаем, что работодатель, малый бизнес или крупный бизнес, платит практически 50 копеек от чистого рубля, который получает человек государству. Да, от фонда оплаты труда. От фонда оплаты труда. 49,6, там 65, по-моему. Давайте мы просчитаем. Если 13% идет в местные бюджеты, то 30% идет в фонды, которые никто не контролирует практически на областном уровне. И, конечно, многие предприниматели, понимая свою социальную ответственность и понимая значимость их и то, что они живут в городе, они бы многие сейчас с удовольствием платили бы подоходный больше для того, чтобы шел в местные бюджеты, чем эти страховые взносы. Ну, идет 22% на заработную плату пенсионный фонд. Давайте мы спросим, кто сейчас довольны пенсионной реформой. Ваша позиция понятна. То есть вы, в принципе, готовы согласиться с тем, что, наверное, бюджетная нагрузка малого бизнеса не так велика, что она сложилась по объективным причинам. И вы считаете, что повышение заработной платы своим сотрудникам – это не есть механизм для того, чтобы ответственность бизнеса перед регионом увеличить? Я такого не сказал. Действительно, я за то, чтобы платили заработные платы людям высокие. Мы прекрасно понимаем, что сейчас в связи с девальвацией рубля, в связи с падением его, мы стали все в два раза беднее, как минимум. Я думаю, что надо повышать. И мы должны понимать, что сейчас малый бизнес должен перераспределять немножко в сторону цены труда денег. Кто воспроизводит капитал? Это люди. Зарплата должна быть не ниже, чем средняя по области. Тогда человек имеет возможность сохранить у себя коллег, сотрудников. Как только ниже, сейчас, пожалуйста, у нас же сейчас рынок труда, рынок-соискатель, а не рынок-работодатель. И человек вольный выбирать, и он сразу найдет другое место. То есть в период кризиса повышение заработной платы является еще и фактором сохранения коллектива и трудового ресурса? Безусловно. А можем мы просчитать еще и такой фактор? Оценивается ли он каким-то образом? Ведь увеличение заработной платы – это увеличение покупательской способности тех людей, которые фактически во многом и есть потребители услуг малого бизнеса в сфере торговли. Безусловно. Безусловно, у нас потребительский спрос сейчас падает. И мы это видим. Даже, скажите, пройдитесь по торговым центрам в Белгороде. Нет ни одного торгового центра, который был бы заполнен. А помните эту байку про Генри Форда, который увеличил зарплату своим работникам и обеспечил самому же себе? Потребительский спрос на свою продукцию. Ну да, естественно. Это же тоже форма работы. Круговорот добра в природе. Мы с вами пришли к парадоксальному выводу, что в период кризиса думать о людях вокруг, думать о своих сотрудниках, тебе же может обернуться и прибылью, а никак не расходом. Ну, мы должны понимать, что о людях надо думать всегда. Валерий Степанович, я сейчас хочу показать вам опрос. Вполне возможно, что он не претендует на репрезентативность, на какие-то далеко идущие выводы. Но зато он позволяет оценить, как обычные прохожие, люди с улицы вообще воспринимают предпринимательское сообщество. Пожалуйста. Нормально, отлично. Потому что, если не будет мелкий бизнес, то и развития страны нормально не будет. Большие только большие ничего не дадут. Надо опираться на мелкий бизнес, на предпринимателей. Положительно. Если честный предприниматель занимается честной деятельностью своей, то положительно. Предприниматели вообще молодцы. Если бы не они, так, наверное, ничего не сдвинулось бы с места. Нормально. Почему? Потому что они деньги зарабатывают и нам дают заработать деньги. Сама бы не против, стать бы таким, если были бы денежные возможности. Вполне положительно. Люди крутятся, как могут. Каждый зарабатывает в меру своих возможностей. Кто работает, как и все, большинство людей, иметь конкуренцию или что-то еще, мне кажется, у них проблем больше, чем у любого другого слоя населения. Это люди, которые, безусловно, сталкиваются с трудностями и стремятся к чему-то в своей жизни. Хотят чего-то добиться. Кто-то с копеек начинает, а кто-то папа, мама дали. И разные. Поэтому и отношения к людям по-разному. Положительно. Потому что они помогают решать ряд проблем. Ну, открывают, например, новые точки, дают рабочие места, независимо от того, там как государство помогает или нет. Никак. Пустое место. Для меня лично. Бизнес – это трудности, это начало, это работа, трудоемко, это время, это как бы сложности в своей жизни. Но это все равно дает эффект положительно. Сначала, конечно, это очень сложно, а потом это достаточно стабильно. Хороший вопрос. Валерий Степанович, вот, честно говоря, меня даже само удивило. Это честный опрос. Мы не пытались ничего там специально там сгруппировать, подрезать и почистить. Я предполагала, что какая-то часть населения скажет «буржуи проклятые», но нет. Вот в целом образ достаточно положительный. И вот обратите внимание, какой образ рисуют респонденты на улицах. Это человек, который крутится, умеет вокруг себя что-то создавать. Это достаточно ответственные люди, которые умеют кормить себя, которые умеют кормить других. То есть к предпринимательскому сообществу относятся люди с таким очень ярким и очень специфическим психотипом. Чуть-чуть авантюристы, в хорошем смысле этого слова. Готовы рисковать, имеющие быстрый ум, нацеленные на результат. Таких людей немного. Остальным проще, как говорится, копать от забора и до обеда и получить маленькую, но стабильную зарплату 5-20 числа каждого месяца. Мне кажется, что именно вот этот фактор, психотип, он первичен. А экономические стимулы от власти, они вторичны. Но если это так, тогда призывы развивать малый бизнес, они упрутся вот в этот потолок. Вот у нас сейчас, по вашим же данным, 25% экономически активного населения в Белгородской области относятся к предпринимательскому сообществу. И коли так, то это верхняя планка от возможного. Все, кто в принципе может стать предпринимателями, все и так уже стали предпринимателями. А утверждение о том, что в кризис выбросить людей на улицу, и они вынуждены будут проявить предпринимательскую инициативу, тоже весьма спорно. Тогда как же мы можем говорить о развитии малого бизнеса? Где же мы тогда возьмем предпринимателей в товарных объемах? Ну, вы знаете, Елена, подход такой не совсем правильный. Малый бизнес – это не всегда сам предприниматель. Это есть люди, которые организовали малый бизнес, а есть люди, которые работают совместно с ними. Поэтому 25% вот этих, кто в малом бизнесе, работает и дает доход и в бюджеты, и дает доход семьям. Поэтому я считаю, что на данный момент роль малого бизнеса в развитии, как реперные точки для роста, она очень высока и очень значима для экономики и Белгородской области, и Российской Федерации. Валерий Степанович, ну вы же не станете отрицать, что малый бизнес – это частенько серые схемы или близкие к ним по цвету? Вот в Белгородской области 40 тысяч неработающего населения, которые не стоят на бирже труда, но ведь понятно, что они же за счет чего-то живут. Значит, они где-то работают, и вряд ли это сотрудники крупных предприятий. Скорее всего, это люди, которые вот вращаются где-то вокруг сегмента малого бизнеса. Либо в качестве неоформленных и бесправных наемных рабочих этого малого бизнеса, либо в качестве тех, кого сейчас научились называть красивым словом фрилансеры. А по-нашему, по-простому, это люди тихо левачат в свободное время. Скажите, на ваш взгляд, в сегменте малого бизнеса, какой процент вот таких полулегальных серых предприятий, ведущих бизнес по непрозрачным схемам? Ваша оценка? Ну, трудно сказать сходу. Ну, давайте мы так сделаем. Если 40 тысяч неработающих, да? А в малом бизнесе работает 25% всего населения, значит, давайте мы возьмем 25% к малому бизнесу пропорционально. Ну, 10 тысяч. Возьмем, что крутится около малого бизнеса. Ну, логично. Логично. Поэтому давайте мы с этого исходим. Конечно, есть и, наверное, работают люди на себя. Но тут надо нам поднимать. Тогда нам нужно принимать какие-то меры для того, чтобы они стояли на учете. Приходит человек в больницу. Пожалуйста, покажи, что ты, где ты. Приходит человек там получать права. Пожалуйста. Пришел человек покупать иномарку. Покажи, сколько ты там налогов заплатил. Ты являешься предпринимателем. То есть здесь должны быть и все дополнительные системы отработаны. Не зря говорят, создай систему, забудешь за проблему. Когда отработана система, что человек понимает, что он не может по серой схеме работать. И тогда, пожалуйста, он и пойдет, и будет заплатить, купит патент, заплатит налоги, какие положены. И он тогда будет знать, что он полноценный человек в обществе. Тогда надо отрабатывать систему везде, где человек соприкасается с государством. Когда говорят, что ты не платишь налоги, а в государство получаешь услуги. То ли это медицинские, то ли это образовательные и так дальше, и так дальше. Тогда надо отрабатывать систему. И я бы не перекладывал эту проблему только на малый бизнес. Ну, приятно уже то, что вы не отрицаете самой возможности наличия серых схем, как реального фактора в экономике. Мне кажется, это было бы глупо отрицать, потому что мы все живем люди на земле, мы видим. Ну, нам понятен тот механизм борьбы и вывода его из серых схем, которые вы предлагаете. А вот еще один такой непростой вопрос. Малый бизнес, ведь, признайтесь, что это чаще всего непроизводственная сфера. И в сравнении с другими странами, если мы возьмем статистику, в отраслевой структуре в России в малом бизнесе явный перекос. 40% это торговля. Другими словами, это перераспределение созданных ними материальных ценностей. Это вообще имеет к экономике очень слабое отношение, а уж к развитию экономики тем более. Что вы на это скажете? Ну, вы знаете, тоже не соглашусь. В сферу услуг для любого желающего вход проще. Он и дешевле, он и более эффективный. В производство это же необходимо иметь и производственные основные фонды, помещения и соответствующую инфраструктуру. Поэтому это сложнее. Естественно, люди делают то, что оно ближе, легче и то, что на поверхности. Если мы хотим, чтобы переходил бизнес и развивался в промышленной сфере, мы должны четко понимать, что мы для этого сделаем. Мы должны отработать механизм дешевых кредитов, субсидирование, наверное, каких-то инвестиционных вложений. Ведь, смотрите, в Китае стоимость кредитов до одного года, которые берутся, 5%, до пяти лет 25%, а свыше пяти лет 6%. В Казахстане принята программа, новое, так сказать, модернизируется производство, либо, так сказать, внедряется новое производство, да, сразу 30% инвестиций государство компенсирует. Вот здесь, конечно, вот, если мы хотим, чтобы перелив капитала малого бизнеса произошел с экономики сервиса в производство, то здесь, конечно, должны быть отработаны полностью механизмы, те, которые государство может экономически заинтересовать людей, туда направить деньги и свою энергию. Спасибо, Валерий Степанович. Я слушала вас очень внимательно и готова согласиться с вами с выводом достаточно парадоксальным о том, что на самом деле малый бизнес может иметь весьма отдаленное отношение к экономике, потому что миссия у него другая. Выращивать, воспитывать человека нового типа, устойчивого, уверенного в себе, готового рисковать, готового кормить свою семью самому, да, не надеяться ни на кого, не ждать ничего от власти, да еще и взваливать на себя ответственность за тех людей, которые у него работают. И получается, что малый бизнес – это такой инкубатор правильных людей. И разговаривая с вами, вдруг стало понятно, что, наверное, критическая масса таких правильных людей и спасет экономику России гораздо больше, чем совокупный объем их оборотных средств, производственных мощностей или налоговых отчислений. А на самом деле, я должна вам признаться, что сегодня у нас был провокационный разговор. Я постаралась озвучить все существующие в обществе мифы и стереотипы в отношении малого бизнеса. И вот что абсолютно точно из этого разговора следует, это то, что все не так просто. И к проблемам малого бизнеса стоит вернуться. А что, если мы позовем в студию власть, самих предпринимателей, набивших шишки на этом нелегком пути, попробуем составить рейтинг каких-то самых актуальных и злободневных проблем для этого сегмента. И знаете, мне кажется, что вы вполне бы справились с ролью модератора таких телевизионных дискуссий. Я понимаю, что это звучит неожиданно, но вот здесь и сейчас, вот прямо в студии Мира Белогорья, вот в эфире, готовы попробовать себя в роли ведущего такого нового дискуссионного клуба, посвященного проблемам малого бизнеса? Я четко понимаю роль и значимость малого бизнеса в экономике. И я прекрасно понимаю, что основным стабилизатором любого общества это будет существовать малый бизнес. Социально, политически, экономически. Поэтому если у вас такое предложение, и это пойдет с целью популяризации малого бизнеса, с целью его поддержки, и люди для себя много нового откроют, то я готов. А как знать, может, это будет еще одним фактором для решения каких-то проблем? Безусловно. Согласны. Давайте попробуем. Слово предпринимателя. Слово руководителей и человек. Спасибо большое. Тогда мы не прощаемся сегодня с нашими зрителями, А прямо с сегодняшнего дня приступаем к разработке нового телевизионного проекта «На мире Белогория». А зрителей я приглашаю не упустить уникальную возможность увидеть президента Белгородской торгово-промышленной палаты в новом и необычном для себя качестве модератора и телеведущего. Вас я благодарю за сегодняшний разговор, за то, что вы согласились продолжить его уже в новом формате, и за ту стойкость, с которой вы сегодня защищали интересы предпринимательского сообщества. И вам большое спасибо за понимание.